Всем привет, друзья! Вы на канале Iron King, и сегодня мы в гостях у Комила Боймурадова, который является мастером спорта по грепплингу и обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Комиль, ты был в боксе, ты был в борьбе, правильно? Да. Но остановился в грепплинге. А в чем же тебя зацепило грепплинг и сколько ты уже в грепплинге? Когда в детстве занимались боксом, кикбоксом, потом перешли на борьбу, начали серьезно заниматься борьбой и уехали с братом в Дубай учиться. Там не было борьбы, не нашли и перешли на другое. И мы пошли в зал, посмотрели там тренировки по джиу-джитсу. Они только вот в партии боролись. Ну, джиу-джитсу это ги и ноги есть. Как бы ноги это грепплинг, без кимоно, а ги это кимоно. И начали заниматься, через день ходили на джиу-джитсу, потом нам тренер сказал, что если хотите, чтобы конкретный результат был, каждый день ходите. Потом бросили джиу-джитсу и начали заниматься вот каждый день профессионально джиу-джитсу. В 2015 году на чемпионате мира с кимоно по джиу-джитсу там выиграл 4 схватки. А где это было? В Абудаде? В Абудаде. В Абудаде. Вот там я выступил. Где призовой фонд полмиллиона евро. Вот там выступил, выиграл 4 схватки. Пятая схватка очень тяжелая была из-за того, что опыта мало было. Я вот 4 месяца позанимался и вышел на чемпионат мира после нескольких турниров. И вот там в финале чуть так опыта не хватило. Я проиграл как бы 5-6, один балл и стал вторым. А кто был твой соперник? Соперник был из Иордании. Насколько я понял, именно вот гриблинг как бы образовалось, формировалось именно в Арабских Эмиратах. Или я ошибаюсь? Неправильно. Как я сказал, джиу-джитсу, она есть ги и ноги. Вот ноги, то что они сделали в Абудаде, сделали без кимоно. Без кимоно. Да, начали вот это представлять как без кимоно. И она вот так пошла. В Рашгарде. Да, в Рашгарде шел. Брат как бы занимается с тобой или же брат занимается до сих пор. У него вот утром тренировки с детьми. А у нас вечером как бы есть группа детская и сборники. Вот много бойцов у меня занимаются, готовятся к своим боям, которые они выступают. Файт-найт, ACB и так далее. Ну и тоже смешанное единоборство. Нет, чисто по гребне. Чисто по гребне? Да, занимаются. Как бы через день они у меня занимаются, через день там на бокс ходят, на смешанное единоборство ходят, чтобы стойку тоже потянуть. То есть ты им позволяешь? Конечно, мы помогаем. Вот я, как всегда говорю, кто хочет, пусть приходит. Мы будем помогать им, чтобы они готовились и поднимали наш флаг на первых местах. Согласен. Сколько ребят сейчас у тебя в команде? Сейчас у меня в группе новичков 50 человек, в группе сборников 70-80 человек. Еще с кимано есть у меня тоже 50 человек. Круто, круто. Насколько мне известно, в 2017 году ты открыл федерацию по грейпингу. Да. У нас в Таджикистане. Немножко расскажешь об этом? У нас в Таджикистане была как бы федерация грейплинга, есть версия ADCC, есть другая версия. Мы открыли новую версию. Из-за того, что развития не было в этом направлении, я вот открыл федерацию грейплинга, современного грейплинга, который в Америке очень развитый, очень популярен. Вот мы начали работать, мы уже две соревнования сделали в Таджикистане, чемпионат города, чемпионат республики, где ребята выступили. Вот ролики есть тоже, как они выступили, очень хороший уровень, как бы пацаны развиваются. Ну, хотим развить все это, потому что эти федерации, которые были, они где-то уже больше пяти лет. Мы не видим, чтобы они проводили соревнования. И какие-то развития. Да, из-за этого я хочу, чтобы вот парни развивались. Мы проводим сборы в Тим Нагуэра Дубай. Ну, братья Нагуэра, мои тренера, которые открыли зал пять лет назад в Дубай. Я постоянно со своими учениками туда, как бы, едем на сборы. То есть они вам в этом идут навстречу, помогают? Конечно, они во всем нам помогают. Чтобы выступить на больших соревнованиях, вот, которые мы говорили, чемпионат мира, который в Абу-Даби и другие международные турниры, там нужно сделать регистрацию, а без официальной команды тебя не пустят туда. А сколько должно быть в команде людей, чтобы приняли? Или же от этого не зависит? От пояса зависит. Если ты обладатель черного пояса, ты можешь открыть свою команду, как бы, зарегистрировать, да? И они позволят тебе, чтобы с учениками или твои ученики там выступали. А вот наш тренер, у него официальный, как бы, вот, Тим Нагуэра Дубай. Мы всегда регистрируемся, оттуда выступаем с пацанами. Как бы, они нас во всем поддерживают. Мы проходим сборы, там, бойцы UFC, чемпионы мира, чемпионы по ADC, с игрой, плингу. Вот с ними мы проходим сборы, и вот выступаем вместе на соревнованиях. Круто, круто. А вот ты говорил, что у нас направление американское, да? То есть, преимущество есть какое-нибудь, или же это просто некоторые моменты они добавили? Нет, как бы, там только вот в правилах, да, различия. Там у некоторых чуть другие правила, как бы, по баллам, по позициям, да, а так в основном все это одно и то же. Ну, как бы, вам это все знакомо, вы этим, как бы, пользуетесь? Это, как бы, вот, мы работаем здесь, по этому направлению. Если у нас не было бы федерации, мы бы не развивались. В Америке, на чемпионате Америки, ты выступил, и у тебя были травмы на обе ноги, но ты все-таки вышел, и выиграл, и стал чемпионом. Я так понимаю? Вально. Первая схватка была с американцем. Хороший был. Он сделал болевой на пятку. Очень такой хруст был. Я не сдался. Это Ахиллес, да, называется? Или пятка, это просто я не думаю. Это другая пятка. Ахиллес – это когда прямо держишь, а когда пятку берешь, это уже другое. И он сделал на пятку, я вышел, потом он взял скручивание. На американском – это той холд. Он взял скручивание, вторую ногу травмировал. Я уже, как бы, чувствовал то, что ноги опухли у меня. Это в одном бою? Это первая схватка. Первая схватка. И мы начали дальше бороться. Я поймал его на кимуру. Он начал крутиться. После третьего круга я на армбар взял, ну, руку открыл, короче, ему болевой сделал. Болевой сделал на руку, да? То есть, такому простому смертному, как мне, да? Ты говоришь такие вещи, что я это не пойму. То есть, и наши, как бы, ребята, которые нас смотрят, то есть, простыми словами, ты делаешь болевые на руку, правильно? Я понимаю. Он сдался. Я выиграл первую схватку. Потом уже, когда была через где-то 5 минут вторая схватка, я чувствовал то, что ноги, как бы, опухли. Обе ноги опухли. Я вышел, сразу сел, снизу работал. Со стойкой уже, как бы, не мог нормально работать. Где-то за 30-40 секунд я поймал его на рычаг колена. Сделал ему болевой на колено, как бы, он сразу сдался. Это было, как бы, круто то, что в финал выходишь уже чуть свежий. И следующая схватка, вот, в финале я выиграл вот этого бразильца, который вот сейчас на фотографии. Который недоволен почему-то. Ну, понятно, почему. Подходит к нам его соперник. Мы на минус 73 боролись, и мне его соперник говорит, он говорит, что больше 80 килограмм. Я говорю, разницы нету. Я вышел в финал, там поезд, здесь как раз мы боролись среди черных поездов, среди экспертов. И я говорю, разницы нету, говорю, столько, как бы, этих, я до конца буду. Я столько летел, столько там переживаний. Готовился от переживания. Да, как бы, мотивация очень сильная была. Ученики здесь, там, ждут победы, отменяют. И, конечно. Команда ждет. И в финал вышли, он всех конкретно выигрывал. Когда в финал с ним вышли, он зашел, хотел бросок сделать. Я ему контур сделал. Он упал. И вот начали дальше на земле бороться. 6 минут поборолись. Время закончилось. Я его выиграл 6-0 по баллам. Отличный. Да. То есть, смотри, это было в один день прям, да, вот все три сладки? Один день и через вот 5 минут выходил. Через каждые 5 минут? А он не знал о том, что у тебя коллеги, то есть ноги травмированы? Он знал и видно было уже конкретно, потому что опухшие ноги. Я еле-еле ходил, пацаны там, вот как раз Сувро Байдарбовки и мне Крузмир Ходжаев. Мои друзья очень поддерживали, подсказывали, вот на видео их голос тоже есть, кричат. Очень сильно поддерживали меня. То есть, он этим не смог воспользоваться? Он не смог, я контролировал. Все 6 минут я только атаковал, чтобы он не смог там что-то сделать. Отлично. Я со стороны, когда вижу, что два атлета по грепплингу соревнуются, да, это такое ощущение, что из животных мне кажется, что это две змеи, которые вцепились друг к другу и хотят вот какие-то вот болевые моменты сделать. Вот ты себя с кем ассоциируешь, когда ты выходишь на ринг, на мат? Даже не знаю, как сказать, как бы там две уровня выходят, которые две высоких уровня выходят друг к другу и чисто уже на ошибках работают, потому что явно что-то сделать не сможем. И он знает там все приемы, и я знаю, и чисто на ошибках ловим друг друга, вот попадаются на мат. Если, не дай бог, ошибся, все, ты его схватил? Да, это же спорт вот джиу-джитсу, как сказали, шахматы, там нужно головой думать, а не так, чтобы вперед пошел. Несмотря на то, что ты выиграл чемпионат в Америке, и ты остался там на сборы, неудобный такой вопрос, но я должен его задать. Сколько тебе это обошлось, остаться на сборе там? Вот, как бы, два варианта скажу. Есть вариант, который пацаны могут работать и тренироваться, да, чтобы вот это все, как бы, оплатить свои тренировки все из него, да? Этот вариант, как бы, можно за полторы тысячи, две тысячи долларов, да, и работать, и, как бы, тренироваться, его за все это платить. А мой вариант чисто был тренироваться, как бы, не работать, только вот каждый день по два раза тренировки в лучшем зале в Америке, вот у Марселу Гарсии, он легенда вот по грэплингу и по джиу-джитсу. Я у него занимался, месяц тренировки, там, триста долларов, там, на дорогу, тоже много, каждый день по где-то... Далеко от зала же? Час, полтора часа. Ага. На метро, там, каждый день по 10-20 долларов, там, в день три раза, если по 20 долларов, кушаешь тоже, завтрак, обе дужин, если вот это все собрать, в месяц получится где-то 4-5 тысяч долларов. Нужно, чтобы провести... Да, если чисто хочешь, чтобы тренироваться, да, вот, сборы, соревнования, а если и работа это, тренировки тоже, как бы, не можешь каждый день по два раза, по три раза тренироваться. Пострадают твои подлеты. Да, у меня, что вот было хорошо, то, что мои друзья каждый день возили на тренировку, оттуда забирали, дома, как бы, готовили, вот с ними куда-то тоже едем, они не дают мне платить, сами платят, суровный крут, там, много пацанов было, которые меня поддерживали, как бы, немного там потратил я из-за того, что друзья сильно мне помогали. Чемпионат мира в Баку 2017 год. Ты был в курсе об этом? Мы были в курсе из-за того, что финансовые проблемы, пока в то время спонсоров не было, мы вообще никак не смогли поехать выступить. Очень хотели, но возможностей не было. из-за этого мы пропустили этот чемпионат. Даже мне заранее тренеры мне писали, что там соревнования, вы готовьтесь, как бы, не смогли по финансам. А сейчас есть какие-нибудь спонсоры, какая-то поддержка? Да, сейчас нас поддерживают. Вот мы открыли федерацию, мы начали завлекать спонсоров. В основном братья спонсируют, те, которых мы знаем, да? Вот букмекерская компания РАХШ поддерживает нас. Вот на 2017 году на чемпионате мира ACB в Москве мы выступили. Мой ученик стал чемпионом мира, единственный чемпион мира по грэплингу на данный момент до 18 лет вот фотография тоже есть здесь. Он стал чемпионом мира и, как бы, такой результат большой, да? Вот федерацию открыли через два-три месяца чемпион мира. В грэплинге неважно, сколько ты весишь, там главное по возрасту определить, или я ошибаюсь? Нет, там и вес, и возраст. Имеет значение? Да. Ну вот ты говорил то, что я вышел с американцем, хотя он пожалеет меня был, то есть это уже твое личное мнение будет или твое личное желание выйти с ним? Когда мы вышли, как бы, он был здоровый очень, да? И его соперник, мы на минус 73 боролись, его соперника и то, что он, я увидел то, что он больше 80, ему как бы там тоже через, через делали, короче, поставили с нами. Он тяжелее был на 7-8 килограмм, но мы уже в финале были, как разницы не было, какой вес нужно было уже бороться с ним. Ты, наверное, в курсе, что у нас запретили полный контакт о спорте единоборств в школах и всяких спортивных учреждениях. как ты думаешь, насколько это правильно и, ну, в общем, как ты это прокомментируешь? Ну, я как знаю, не полностью запретили, как бы не будут поддерживать, да? Ага. Они не будут поддерживать смешанные единоборства, ну, из-за того, что это там… Там 9 видов, то есть и грэплинг тоже ходит туда, кстати. Вот грэплинг, они подумали то, что там… Это… Мордобоя нет? Ну, да. Как бы есть вот это… Мордобой, все это, короче… Они как бы не знают то, что там только борьба, они подумали то, что как… Бои без правил, а там тоже бьют. Из-за этого он тоже в списке, чтобы не поддерживали. А, честно говоря, даже ничего и не хочу сказать по этому полу. Расскажи, пожалуйста, о последнем твоем победе в Арабских Эмиратах. Мы с учеником поехали, вот в Арабских Эмиратах, чемпионат был в Фуджере, международный чемпионат, мы там выступили с учеником. Он на 69 боролся, я на 77 боролся. Там были из Америки, Швейцарии, России, с арабских стран, с Бразилии, в основном вот бразильцы очень сильные, потому что, как бы, это их спорт, бразильские жюджицу. Выиграли, первую схватку я выиграл, я с Ираном был, я ему удушающе сделал, он уснул, короче. Там на видео ездил. Потом вторая схватка, уже финал был, с бразильцем попал. Он очень сильный был, бразильцы с ним боролись. Первый соперник когда проснулся? Он где-то через 30 секунд. Ноги подняли, чтобы побыстрее он проснулся. Часто ты отправляешь людей спать? Ну, когда я выхожу, как бы, судья если не видит, соперник сдается. Если судья не видел, ты отпускаешь, он такой, нет, я не сдался. Потом как тебе не обидно, да? Ну, согласен. А вот когда они тап-тап делают? Судья не видел, не отпускаю. Серьезно? Да. Вот судья остановил, я его отпущу, скажу, все. А если судья не остановил, то это не остановка. Если он скажет, я не сдался, судья скажет, борьтесь. Дальше, да? Да, дальше. То есть вот это ничего не значит? Если судья не видел, для меня не значит, я должен до конца держать, сделать удушающее или болевое. Ученик как выступил? Ученик вообще очень здорово выступил. Он первую схватку тоже, как и удушающее, сделал. Ну, соперник сдался, судья увидел. Вторую схватку тоже в финале с бразильцем. Бразильц, вот, как ты сказал, Ахиллес. Ахиллес сделал, ногу сломали ему, короче, его доктора взяли, короче, унесли отсюда. Унесли, да? То есть вы взяли свои титулы, ну, стали чемпионами и приехали? Да, приехали. Как вас встретили? Очень хорошо встретили, ученики все приехали, вот, с флагами, вот, вообще грамотно, да, четко встретили нас, очень понравилось. Три самых лучших момента в твоих схватках? Как бы, в Америке, я один туда поехал, да, вот, как бы, не знал вообще там, кто, что там, поехал там, мои друзья. Я, вот, написали, то, что к нам, с нами, вот, к ним поехал, со мной, они где-то два-три часа на дороге ехали на соревнования с ними на машине, вот, сильно поддерживали. Выступил, вот, в Америке, как бы, первая вот победа. И в 2015 году я выступил на чемпионате Абу-Даби, где я выиграл в финале Раисфа Юсупа, который, вот, на фотографии, он боец ACB, сейчас чемпион ACB на данный момент. А он откуда? В чечене. Чеченец? Вот это, как бы, вторая победа. Третья, можно сказать, когда я стал десятикратным чемпионом Таджикистана в прошлом году. Десятикратным? Чемпионом? Это за сколько лет? Это за пять лет. За пять лет? Ну, пять раз по джиу-джитсу, пять раз по грэппингу. Не усыпило никого? Это не считается, это один из твоих самых, таких мощных приемов. Как бы, там уже несколько схваток, я не запоминаю, как бы, вот, каждая, общая победа, да, вот, этот турнир для меня, как бы, вот, имеет значение. Самый худший поединок? Худший поединок, это в 2016 году, когда я гонял 13 килограмм. Чуть не умер, короче, в Дубае проходил сбор, готовился. Вот на чемпионате мира в Абудабе в 2016 году я выступил там. И первая схватка с бразильцем была. Мы, когда начали бороться, он сел и начал держать мое кимоно. Шесть минут мы с ним поборолись. Я проходил туда-сюда, короче, он вообще не давал работать. Он так держал, стоял, короче, я по баллам выигрывал. Смотрю, судья не дает мне активности. Там было минимум две-три активности. Время заканчивается, ноль-ноль на экране, короче, ему поднимают руку. Я столько готовился, два-три месяца тренировок, утром и вечером. Вот это можно сказать самое, я так говорю. Ну, это уже самое обидное, можно сказать, да? Обидное. Ты говоришь то, что ты выступил в кимоно. Это было джиу-джитсу? Да. Ага. Чем отличается джиу-джитсу от греплига? Отличие только вот в кимоно. То, что грепплинг это в основном там скорость, выносливость играет роль, да, и техника. А в джиу-джитсу в основном там техника. Как бы ты должен уметь работать с кимоно. Если с кимоно не умеешь работать, то там сразу проиграешь. А в грепплинге там вольная борьба как бы поможет тебе. И кто занимается ММА, им тоже удобно выступать по грепплингу. А вот по джиу-джитсу зудаистам, самбистам удобно выступать. То, что там кимоно, броски там сделают и в партии работают. Назови, пожалуйста, три самых жестких травм, которые могут быть в грепплинге, после которых ты просто не можешь выйти и соревноваться. Да, самые худшие травмы – это травма позвоночника, травма шеи, которой человек может больше вообще спортом не заниматься. И травма колени. Если получил травму колени, где-то год-два года ты должен пропустить тренировки. Могут произойти как на соревнованиях, так и во время тренировки. Во время тренировки, да. От этого никто не застрахован? Вообще. Ага. Каким должен быть твой соперник, чтобы ты его просто ненавидел? Весь соперник не уважает тебя, да, там во время соревнований на лицо, короче, так делает или какие-то такие вещи делает, а уже это некрасиво. И после соревнований, когда ты выигрываешь, он такой отворачивается, уходит, да, когда тебе руку поднимает, он такой недоволен, как будто он выиграл схватку. Вот такие люди мне нравятся. Ага. Было такое? Конечно. Вот последний соревнований, когда я бразильца выиграл, он такой, эй, короче, я его 4-0 выиграл, и он такой… Типа несправедливо? Ну, не несправедливо, а он руку не дает нормально, да, такой, эй, ушел, короче. Ага, да, чертся. Какие качества ты больше всего не любишь в себе? Вот качества, которые слишком, как бы добрые иногда, относятся к людям с добротой, и они эту доброту принимают за слабость, да, и кто-то хочет использовать тебя в вот такие моменты, да, и потом позже они понимают, что сильно ошиблись, вот это качество, когда делаешь добро людям, они это не понимают. В твоем практике это было, да? Много раз. Много раз. Много раз. Когда ты стоишь на пьедестале, как вот, ну даже, как везде, короче, вот здесь, что ты чувствуешь? Это чувство не описать, через вот все это ты проходишь, да, и когда выигрываешь, стоишь на пьедестале, вот ради этого чувства каждый раз стараешься, что там стоять, да, и чувствовать вот это все. Круто, круто. каждом сюжете мы задаем сравнительные короткие вопросы на которых ты выбираешь один из двух то есть я это блиц вопросов но я это называют детектором потому что время дается мало человек отвечает максимально правду и мы сейчас с тобой тоже немножко поиграем в это и попробуем вытащить из тебя всю правду и первый вопрос рашка или кимоно кимоно объяснить почему с кимоно сложнее как бы когда ты сложнее тенились от удовольствия успеха быстрее крепкое здоровье или мировой титул и то и другое а если бы у тебя был один вывод чтобы ты выбрал здоровье деньги или спокойная жизнь спокойная жизнь передашь ты сыну свои навыки или ты скажешь все с меня хватит я не хочу обязательно передам то есть ты опередил меня и это весело кто тебя мотивирует и кто является твоим скажем кумиром отец братья здесь брать отлично комит от нас от нас от нашего спонсора я тебе подарю линдовит это омега-3 жиры поскольку у вас достаточно травма опасная как бы бывают тренировки ты пожалуйста будь осторожен и пользуйся этим тебе спасибо говность друзья это был комиль бой мурадов я йод горе сон веков если у вас остались какие-то вопросы оставляйте их в комментариях подписывайтесь на наш канал в ютюбе всем добра пока